Ну что, привет, дорогие друзья. Добро пожаловать в канал Саша Панджаби. Я думаю, можно начинать этот влог с вокзала. Я сегодня еду одна без менеджера в город Кота. Там у меня сегодня файл, sorry, бэллиданс. И я взяла с собой покушать. Только что купила бисквитик, орешки. И ехать мне 5 часов. Ой, честно, я так переживала. Я вообще поезда не беру никогда. Ну, после того, как я работала и задерживался поезд на 5 на 6 часов, я не могла в деле вернуться. То я после этого сказала, все, нет, на поездах больше не езжу. И в итоге мне менеджер, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я говорю, ладно, окей, последний раз возьму. И все. Очень жарко на улице. Я очень переживала, найду я платформу свою, не найду. В принципе, не так сложно, но у меня из-за того, что вот это индийский вокзал, я немножко путаюсь здесь. Но мне, слава богу, люди помогли. Вот. Сяду в поезд, расскажу вам о том, что происходит сейчас в моей жизни. Какие новости по поводу развода. По поводу, куда-то люди все пошли. Куда они все пошли. Тут просто бывает, что формы меняют. Или поезд уже едет. Не поняла, если честно. Все просто встали. Вот. Я вам расскажу подробности развода и что все-таки решилось с нашим онлером и теми вечными скандалами по поводу электричества. Немножко обстановочку на индийском вокзале. Это то, почему я не хочу ездить на поездах никуда. Я уже наездилась за свои пять лет здесь работы. Это не так, что прям много, но было. Особенно самый запоминающийся город Джанси. О, мыши! О, май гад! Посмотрите, мыши! А в Джанси... Вот я только вспомнила Джанси. И вот, вон, вон, вон побежала где-то. О, май гад! Джанси их очень много. Они просто вот так по рельсам бегают. Боже мой! Да и музычка так, чтобы весело было. Чтобы не скучали. Чувствую слишком много снимать. Боже, какая мышца. Я не могу убедить, ребята. Я не могу так много снимать, потому что я переживаю за свой телефон. Не хочу так держать, тем более новый. Я сяду в поезд, тогда расскажу вам все. Очень хорошо. Собачка писает прямо здесь. Вообще. Нормально. Я, кстати, люблю вокзалы только потому, что я здесь кормлю собачек. Это единственная причина. Я села в поезд и нашла только корму. Я села вроде как в тот поезд, в тот вагон. Это хороший, кстати, поезд. Не три полки, а две полки. А, в смысле? Две, три полки? Он мне говорил, что будет... Нет. Две полки все-таки. Да, это опускается кровать. Две полки. Это два из них. Агро специально, агро свит. Через 10 минут прибываем. Друзья, успела посмотреть фильм индийский. Очень интересный. Всем советую. Название я напишу, так как не помню. О том, как у индийской семьи забрали детей в Норвегии. Это очень интересный фильм. Мне давно советовали. Вот недавно девочка скинула, я посмотрела. И проплакалась. И вообще, это такие ощущения, когда смотришь такой фильм, и думаешь, господи, куда я могла тоже попасть. Слава богу, меня этого не коснулось. Но я тоже мама, и я это все как бы прочувствовала, вот, игру этой девушки. Знаю еще, что это было основано на реальных событиях, этот фильм. Мне прям очень было морально сложно смотреть. Но я не досмотрела, там чуть-чуть осталось, минут 20 где-то досмотреть. Вот. Едем, едем. Далекие края. На дискотеку. Потом я поспала где-то час-полтора. И вот прибываем. Скоро. Может быть, мне идут в какую-то комнату, я отдохну немножко, и в 10 часов вечера начинается работа. В 4 часа ночи, получается, у меня поезд в Дели. И в 9 утра прибываю около 10. Я очень надеюсь, что поезд не задержат, как это было тогда, когда я работала в городе Джанси. Это было вообще ужас. На 5 или на 6 часов задержали поезд. Я думала, я там жить буду, на этом вокзале. Нет. Я бы пополучно доехала до города Кота. Сейчас выхожу на улицу, там меня встретит. О, я в что-то вступила. О, я вступила. О, я вступил. А это не так? Да, но в самом деле я в офисе Я не знаю, что там, что там, где-то, 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 где-то Я не знаю, что там, где-то, где-то, где-то Мне заселяют в отель Есть паспорт Wi-Fi? Ты знаешь? Терфлор Вай-фай паспорт Да Итак, друзья, меня заселили в вот такая у меня комната На пару часов отдохнуть после поезда Нормально, всё необходимое есть Нотель, конечно, старенький, не пять звёзд Ну, нормально Я замученная Окно куда выходит? В никуда? Да, естественно, в никуда Вид шикарный Туалет, душ Думаю голову помыть, но этим шампунем Я даже не знаю Наверное, даже и не успею Полотенце ещё просить не буду Всё равно назад ехать в поезде Завтра, по идее, Рохи должен купить малую обувь И мы поедем на маркет Сейчас мне принесут меню Для зарядить телефон Вести себя в порядок Посмотрим меню и цены Так Масала, чай Масала я не пью Короче, можно чёрный чай заказать Всё равно не я оплачиваю, а менеджер Холодный кофе Кофе Ласи Так, это напитки Чай, допустим, закажу Что ещё? Френч фрайс Это Картошка фри Вот 130 рупий Цены, кстати, вообще хорошие Супы Может быть, индийское заказать Заказать Райс Да Не знаю, в общем Что заказать? Сэндвич Наверное, закажу рис Дал Тут только вегетарианское, поэтому Или, может, Аллу Парат, если здесь есть Вот там, друзья, со второго раза мне только принесли рис Дал Неострый И лепешки с огурцом Как готовят Дал в Индии, нигде не готовят, мне кажется Очень вкусно Кто ещё не знает, Дал это чечевица Здесь Дал Макни Здесь жёлтый Дал Это я заказала Дал Макни Нереально вкусно Чуть-чуть остроты всё равно Хотя, я сказала, не острый, но Терпимо Всё, друзья, я сделала макияж Послать мне так и не удалось К сожалению, где я пыталась У меня сейчас жёсткие проблемы со сном Из-за нервов Болова болит Но едем уже в клуб работать У меня вот такая гримерка Смотрите, какие маски прикольные Сейчас буду скидывать диджею песни И Отличная возможность будет Время у меня, чтобы вам рассказать Как проходит наш диворс Наш развод в Индии Друзья, в общем, что я вам хочу рассказать По поводу электричества Первое Это Значит, поставил Рохет Его, точнее, друг электрик Поставил счётчик Рядом с тем счётчиком Который у нас уже стоял Он, наверное Который насчитывал там Бешеные суммы И что мы заметили То, что На новом счётчике Показывают в два раза меньше То есть Такой делаем вывод Что к нам К моей квартире Ещё подсоединены Какие-то квартиры К счётчику к нашему Поэтому показывают такая сумма Но Онор бесполезно, что говорить Он начинает всё равно Орать Возмущаться Вы должны мне заплатить деньги Человек показал одно Я говорю, ну чек одно Но Рохет несколько раз Приходил, показывал ему Вот, давай посмотрим Ещё через час На следующий день Посмотрим И сравним Что абсолютно Разные показатели Но ему Сложно что-то объяснять Этому Человеку Если это можно так назвать И он сказал Либо платите Либо съезжайте Или я отключу электричество И Ваша жена С ребёнком И с мамой Будет жить без электричества И Мы с мамой Сейчас Если у нас отключается свет Такое бывает в Индии У нас сразу такой мандраж Начинается Что вдруг это он сделал Понимаете Насколько гнилой человек Что ему сложно что-то доказать Да Нормал Нот колд Нормал Нормал Да, пожалуйста Здесь не холодную воду В общем Я не знаю Что будет дальше Рокки сказал Если что У него есть какая-то там квартира Где они там собирались жить С парнями Софиса Что мы можем там пожить какое-то время Если что Если что-то будет не очень хорошо С этим онором Я хочу поставить телефон повыше Надеюсь он не упадёт Упал Дальше По поводу Развода Мы с Рокки Там ходили подписывали документы В одно место сначала Не в суд А в другое частное К нашему адвокату И потом Нас вызвали в суд Если честно Мы очень сильно переживали Суд выглядит как и у нас С микрофонами Вот эти вот Стенды Адвокат сидит Сейчас Одну секундочку Извиняюсь И мы с Рокки там как увидели Там Мандраж Начался как будто в школе была Перед экзаменом Перед контрольной Не знаю Перед ЗНО Я так долго переживала Ну сама вот эта атмосфера Я ещё насмотрелась в Бешимбаево И что-то меня прям начало как-то так колбасить Немножко У меня начался истерический смех Рокки тоже говорит У меня ноги трусятся Я говорю Ну надо Надо это уже сделать Он Да только с тобой Я типа В таких местах побывала И в полиции И в суде Я говорю Ну извините Как бы не во мне вина Вот И в общем Ну слава Богу Нам не задавали кучу вопросов За меня стоял адвокат И за Рокки Ну как бы это Друзья адвокаты Это не то чтобы прям Ну и ругались И вот у каждого свой адвокат Нет У нас один Просто он как бы Свидетеля Типа да Привёл Один был за меня Один за Рокки Там Им задали вопрос Хотите развод А они там что-то ответили И нас спросили Я сказала Да И всё Подписали мы первую часть документов Осталось только на вторую встречу Пойти в суд Подписать ещё раз документы И всё И мы будем официально разведены И вы тогда сможете меня поздравить с этим Что официально я буду уже не замужем Обычно Как в инде делается Когда пара хочет развестись При подаче документов Вам говорят Что вам нужно пожить Вместе ещё Хотя бы полгода Минимум Иногда говорят Год Полтора И только тогда Они рассмотрят Ваше дело Типа вам дают шанс И ещё восстановить вашу семью Если допустим Вы приживаетесь То всё хорошо Если Какие-то проблемы Опять То вас разводят Но тоже не сразу Это всё очень сложно делается Но у нас всё гораздо проще Нам Вы сказали Что нам нужно срочно развестись И адвокат нам поставил даты С какого момента Типа мы не живём вместе На тот момент мы ещё были вместе Жили вместе Но Сейчас чихну Спасибо Так вот Нам сделали чуть другие даты Чтобы у нас было Что мы уже не живём Сколько Полтора года Вот Типа вот Когда малой было полгода Ну по сути кстати так и есть Вот Когда малой было полгода У нас тогда начались проблемы В отношениях сильные Когда вас сами тогда поехала Потом мы как-то пытались восстановить Когда урок это были проблемы со здоровьем Я поддерживала его У меня тоже были проблемы Мы как-то объединились Но всё равно Проблемы были уже Вот Как раз в этот Да Период Но потом всё хуже 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 Поэтому наше дело Рассматривают как бы быстро Ещё Ещё Хочу поехать тоже К нотариусу Взять документ о том Что если я хочу вывести ребёнка Рохет не имеет никакого Ни каких проблем с этим Потому что он Будет считаться бывший муж И так как он вписан в документах Энджел Что он папа Этот документ могут потребовать В других странах допустим Вот так Друзья Завтра Приезжаю я в Дели Если Рохет не подведёт То мы поедем Купим Энджел обувь Если подведёт То То Мисс Энджел С мамой я думаю поедем за обувью Потому что ей надо уже покупать На Сараджине Я вам всё сниму Покажу Надеюсь найдём хороший вариант Качественную фирменную обувь там она есть В магазинах Буду работать сейчас Я очень Уставшая Не знаю После поезда Долком не спавшая Часик может в поезде поспала Благодарю всех за просмотр Люблю Обнимаю Наконец-то я сняла это видео Я давно хотела Рассказать вам всё Но не было возможностей Не было времени То есть работа То нет Какие-то домашние хлопоты Но Видите Я всё равно сняла вам Рассказала Потому что я люблю Ютуб каналы И своих зрителей Спасибо большое Всем за просмотр Подписывайтесь Кто не подписан Люблю Обнимаю